всем привет в этом видео обозреваем ноутбук acer spin 5 sp513 интересная модель которая умеет трансформироваться ну кто из нас не мечтал о ноутбуке которые можно использовать максимально по-разному например просто для чтения для просмотра фильмов для работы для учебы и так чтобы во всех положениях это было удобно так вот с acer spin 5 это удобно и далее видео я расскажу и покажу что умеет это устройство поехали сразу отмечу что это один из самых покупаемых трансформеров среди ноутбуков которые вы можете найти на нашем рынке несложно понять почему потому что здесь полностью металлический корпус шикарный дисплей много портов и разъемов а еще хорошая обработка батарея ну а о деталях рассказываю далее тестирую мой ноутбук в сером цвете кругом металл сверху он не отполирован внизу также матовая металлическая панель на боках также металл но на скосах он полированный что придает немного блеска всей этой конструкции производитель не сильно выделился брендингом на этой модели так что acer надпись аккуратно вписано в центр верхней крышки а внизу только информационная наклейка о том что это за устройство шарниры хронированы и они хорошо сочетаются с кромкой которая полирована на боках габариты небольшие и они перед вами как по мне так производителю удалось совместить в этом устройстве многое и красивый дизайн и универсальный корпус и удобство от эксплуатации о котором поговорим дальше добавляет комфорта конечно же сенсорный дисплей блистаете смотрите переходите серфите в сети с удобством как на обычном планшете оплатите в принципе как за хороший ноутбук как по мне так вы не переплачиваете за лишнюю функциональность потому что получаете устройство которое избалансировано аппаратно хорошо о чем мы еще скажем и выглядит шикарно и сборка у этого ноутбука планшета трансформера на очень высоком уровне все элементы подогнаны идеально может правда показаться что дисплей занимает слишком много места как для 13 дюймовой матрицы но это особенности конструкции и дополнительных функций которые мы получаем с сенсорным дисплеем пройдусь по расположению элементов открываем ноутбук и видим большой динамик прямо под экраном ниже надпись ping потом клавиатурный блок немножко утоплен внутрь а дальше большой тачпад и сканер отпечатка пальцев как видите на краях есть небольшие прорезиненные вставки это для того чтобы не царапался дисплей переходим вниз здесь у нас винты для вскрытия крышки решетка для вентиляции четыре больших прорезиненных ножки чтобы устройство стабильно и без шатания стояла на ровных поверхностях ну и все ничего лишнего переходим на правый торец здесь у нас индикатор питания кнопка регулировка громкости разъем под наушники гарнитуру слот под sd карты usb 2.0 вход кнопка питания и замок слева у нас разъем под питание полноценный hdmi 2 usb 3.0 порта подвожу итог по корпусу он мне понравился мало того что он симпатичный так он еще и трансформер позволяет раскладываться ноутбуку на 360 градусов а это часто очень полезная опция которые нету у 95 а то и в 99 процентов ноутбуков детальнее обсудим клавиатуру и тачпад клавиатура довольно таки стандартная для ультра портативного ноутбука с полноразмерными клавишами и небольшими стрелочками на клавиатуре удобно печатать у нее упругий отклик и хорошая обратная связь клавиши с коротким ходом поэтому те из вас кто пользуются старыми ноутбуками могут сначала столкнуться с небольшой непривычкой клавиши тихие подсветка присутствует уровне яркости всего один если мышку к этому ноутбуку не подключаете тогда пользуйтесь тачпадом он большой расположен посредине упора для рук хватает с двух сторон при нажатии панель воспроизводит звук характерный обычным мышкам важно и удобно в тачпад встроен сканер отпечатка пальцев так что вы можете себя идентифицировать windows с помощью своего пальца а теперь детально об экране это хороший вариант ноутбука если вам придется часто пользоваться им на улице где много внешнего освещения природного освещения потому что для помещений даже минимального запаса яркости при полной темноте точно хватает и комфортно работать соответственно максимального уровня подсветки будет хватать днем хотя значение максимальной яркости и небольшое 260 нит покрытие у экрана глянцевое это IPS панель с хорошими углами обзора контрастностью и цветопередачей будет желание например рисовать по этому дисплею можете докупить к нему активный стилус они есть в продаже отдельно нужно отметить что в режиме планшета этот ноутбук очень отзывчив он быстро реагирует на ваши касания и нажатия если хотите полностью использовать его только как планшет это конечно же возможно а вот это вот всю быстроту с переворотами и открытием приложения обеспечивает хорошая аппаратная начинка которая актуальна и для 2021 года внутри процессора intercore i5-8250U 8 гигабайт оперативной памяти и встроенный ssd на 256 гигабайт формат m2-2280 как по мне процессор в этом ноуте является преимуществом над конкурентами при достаточной производительности у него невысокое энергопотребление а значит этот ноут сможет проработать дольше от одного полного заряда батареи но об автономности говорим далее процессор получил 4 ядра и тактовую частоту от 1.8 до 3.4 гигагерца для повседневных задач рабочих офисных такого ноутбука будет для вас даже с избытком но приятным избытком потому что у него есть возможность трансформации плюс можно и поиграть после нашего теста игр у вас наверняка появился вопрос а сильно ли перегревается этот ноутбук нет не сильно он греется конечно если мы запускаем все потоки все ядра и задействуем его максимально но имеющегося охлаждения достаточно чтобы устройство продолжала стабильно работать не выключалась и не тормозила при этом вентилятор даже на максимальных оборотах не шумит будете смотреть видео в высоком разрешении шум от встроенной системы охлаждения вам также мешать не будет исходя из своего опыта могу сказать что если сравнивать шум от этого ноутбука с другими похожими моделями то этот немножко тише остальных теперь о подключении к интернет acer spin 5 можно подключить к вай фай на частоте 5 гигагерц и это отличная новость для тех кто любит быстро скачивать нужно ему контент к себе на устройство а еще любит поиграть онлайн без задержек ну и просто смотреть видео онлайн в высоком разрешении а для подключения периферии можно задействовать не только стандартные разъемы но и bluetooth возможности интернет-канала будет хватать и для общения посредством встроенной видеокамеры она hd формата перед вами пример видео которое я записал на неё с использованием встроенных микрофонов всем привет наверное ноутбук не назывался бы ноутбуком если бы его не использовали автономно вдали от розетки поэтому переходим к разделу с автономностью батарея у нас на 54 ватт-часа заряда хватает на 4-8 часов солидный разброс но все-таки это зависит от вашей манеры пользования и того что вы делаете с этим ноутбуком например до 7 часов его хватает если вы просто читаете новости в интернете 8 часов он выдержит если вы просто включите видео и она будет идти но не на максимальной яркости подсветки если выключить вайфай и смотреть видео с файла который уже туда закачали то заряда хватит на 9-10 часов да но вы же так вряд ли будете использовать это устройство поэтому еще и играть будете но вот когда запустите например нитфоспид или другие активные гонки тогда учтите что заряду летит за три часа комплекте зарядное устройство на 45 ватт полная зарядка занимает порядка двух часов функции быстрой зарядки не предусмотрено актуальную цену на тестируемый ноутбук смотрите в описании к этому ролику на маркетплейсе синтетик это рефабрист версия а значит она дешевле чем ту которую вы можете найти в обычном магазине да ноутбук не из самых свежих ни этого и не прошлого года но он вообще не потерял своей актуальности за счет корпуса который может трансформироваться за счет хорошей аппаратной начинки и за счет материалов которые использовал производитель если посмотреть со всех сторон на это устройство в нем сложно найти недостатки у него много портов хороший экран напомню корпус металлический корпус раскладывается корпус превращается в планшет в общем устройство которым можно только мечтать да еще и по интересной цене на этом все если остались вопросы по эйсер спин 5 задавайте в комментариях обязательно отвечу ну а с вами был андрей портал смартфон дюэй всем пока